Всем привет! Вы на канале Жизнь с Кето. Бла-бла-фьюсинг Анна. Добро пожаловать на мой канал! Здесь я рассказываю о том, что ем, сколько ем и каким образом еще можно из тех продуктов, которые я ем уже третий год на кето-питании, составить еще новые и новые комбинации. Ну, это я так прикалываюсь. Но вообще на кето-питании нисколько нет у меня ни малейшего чувства скуки. И все разнообразие, которое я пытаюсь сотворить, я делаю только, честно говоря, из-за того, что снимаю видео. Если бы не было видео, я бы вообще ела, наверное, одно и то же, по большому счету. И вообще на кето-питании становятся очень по-другому, вообще другие отношения у вас с едой. У меня в частности точно так. То есть вообще полностью переосмысляются другие чувства, другие отношения с едой, другое чувство насыщения, другое потребность совершенно. Но я еще помню, я вообще-то-то еще помню, как оно было до. Ну, где-то там в глубине воспоминаний они еще остались. Вот. Ну, а сейчас все-все-все совсем по-другому, как во всей жизни до кето-питания. И что сегодня? Конкретно сегодня это капустный салат с дайконом, пищевыми дрожжами, зеленью. И здесь сегодня положила аж 2 столовых ложки рыжикового масла. Ну, вот просто почему-то захотелось прям, чтобы маслица была. Потому что, в принципе, вот одну обычно я кладу столовую ложку вот на такую порцию. Он как бы там особо масла-то и не чувствуется, на вкус его совсем. Мне прям захотелось этого полезного и хорошего масла еще добавить. Пищевые дрожжи тоже обязательный ингредиент. С капустным салатом они просто вкусные. О пищевых дрожжах у меня есть отдельное специальное видео. И называется оно «Ужас. Выпадают, высохли волосы» и все такое прочее. Вы можете посмотреть на моем канале, зачем вообще я все это делаю уже более года. Так, сегодня основное блюдо – это продолжение куриных желудочков. Они здесь у меня даже не разогреты. Ну, просто так хочу. Одна порция здесь куриных желудочков. Так, и сделала сегодня вот такую запеканку. Запеканка здесь цветная. Капуста поджаренная на сливочном масле. Такая слегка-слегка обжаренная. И два яйца туда разбила. И брынза еще это все запролировала. Ну, какая-то брынза какая-то новая. Она фактически даже не расплавилась. И здесь у меня еще соленый, не маринованный, то есть без сахара. Если вот такого чисто соленый, так называемый, бочковой огурчик, он совсем малюсенький. И я его вообще, честно говоря, даже и не считала вообще. Как, в принципе, вообще огурцы на какие-то питание не считаю, в принципе. Так, и 25 грамм жареных семечек, 15 грамм арахиса и одна маленькая-маленькая, горькая, пригорькая и очень вкусная шоколадка. Как правило, кстати говоря, честно говоря, честно говоря, вот шоколад в основном у меня в меню. Ну, конечно, я его всего люблю, обожаю, но чаще всего он появляется у меня вот в этом на столе именно потому, что мне там, ну, калорий 30-40 просто не хватает до необходимой нормы. А ем я два раза в день, и 1100 килокалорий вот здесь перед вами. И, то есть, соответственно, два раза в день, 2200 килокалорий в день я ем за один приём пищи и за второй приём пищи у меня. И они равноценные приёмы пищи. То есть обед может вполне заменять ужин. Ужин заменять обед. Это не значит, правда, что я ем то же самое, что здесь, то же самое. Мой обед, ужин может отличаться, ну, по продуктам, но он в той же калорийности, в той же кето-пропорции. А кето-пропорции у меня сейчас 70-20-10, где 10 – это количество углеводов. В итоге получается из двух 200 килокалорий это получается 50 грамм чистых углеводов. Вот такой сегодня получился кето-обед. Огромное спасибо всем, кто смотрит мои видео, кто смотрит их до конца. Вообще люблю, обожаю. Всех, всем передаю привет. Кето рулит. Всем привет. Пока-пока. Подписывайтесь, ставьте лайки и сходите ко мне снова и снова и снова. Ура-ура. Так, короче, всё. Пока. Пока.